Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история древнего мира», 5 класс, издательство «Просвещение». Глава 2. Древний Восток. Древнейшие цивилизации Востока. На смену эпохе первобытности пришла эпоха цивилизации. Цивилизация – это общество, достигшее высокого уровня развития. Для него характерно появление городов, как центров ремесла и торговли, монументальных сооружений, храмов, городских стен, плотин и дамб, письменности. Для управления обществом и защиты от врагов возникает государство. Первые цивилизации зародились примерно 5000 лет назад на Древнем Востоке. Так называют обширные территории. От реки Нил в Северной Африке до берегов Тихого океана в Азии. Здесь, в долинах великих рек Нила, Тигра, Ефрата, Инда, Хуанхэ и других, на очень плодородных почвах, орошаемых влагах, можно было собирать обильные урожаи. Такие цивилизации нередко называют «речными». И, собственно говоря, вопрос, почему государства, сложившиеся на Древнем Востоке, называют «речными цивилизациями». Потому что это были цивилизации, как правило, достаточно своеобразные. Это были города-государства, по сути дела. И все эти государства, как правило, все эти города, стояли именно на реках. Жители жили именно вдоль берегов рек. Причем не просто каких-то рек, а очень полноводных рек с хорошим климатом. То есть можно было выращивать очень обильные урожаи. Отсюда и название «речные цивилизации». Параграф пятый. Возникновение древнеегипетского государства. И эпиграф. «Славься тебе, неупроходящий, чтобы оживить Египет. Еда появляется после его разлива. Все живут благодаря ему, и богатство обретают по его воле». Это из хвалебной песни египтян «Нилу» в своей реке. И, значит, опять термины. «Дамба», «Ном», «Оазис», «Шадуф». И личности это Геродот. Открытие древнего Египта. Одна из самых древних цивилизаций возникла на северо-востоке Африки, в долине реки Нил. Это государство называют Древним Египтом. Научное открытие древнего Египта началось в конце 18-го, начале 19-х веков, в ходе завоевательного похода французского полководца Наполеона Бонапарта в Египет в 1798 году. Его армию сопровождали ученые. Одной из величайших находок, сделанных им, был «Розетский камень». Надписи на камне позволили впоследствии расшифровать египетскую письменность. «Розетский камень» — это довольно-таки известное выражение. Сам по себе камень «Розетский» был довольно простым. На нем были сделаны надписи на двух языках. На древнеегипетском языке и на греческом языке. Именно благодаря этим надписям удалось расшифровать язык. С тех пор появилось такое понятие, как «Розетский камень». «Розетским камнем» называют то, что позволяет расшифровать ранее неизвестное. Важнейшую информацию о Древней Египте дают письменные источники. Это прежде всего египетские тексты и труд древнегреческого историка Геродота. Приблизительно в 450 году до н.э. этот историк побывал в Древнем Египте и описал природу этой страны, обычаи и занятия ее жителей, их культуру и религиозные верования. Записки Геродота содержат очень много интересных легенд и мифов. Вопрос. С чем связано открытие Древнего Египта? По сути дела, пирамиды Древнего Египта были известны всегда, как и многие останки древних сооружений, которые находились на той земле. Но после арабского завоевания Египта местное население было заменено арабами. По сути, от местного населения, тех самых древних египтян, осталось очень небольшое количество общин, которые живут на территории Египта. И, как правило, эти общины даже и не мусульманские, они христиане, что интересно. Так вот, эти общины к современным египтянам отношения не имеют. То есть, древние египтяне к современным арабам не имеют никакого отношения. Но открытие Древнего Египта, именно как государство, связано с Наполеоном Бонапартом и его египетским походом в самом конце XVIII века. В этом походе полководцы сопровождали ученые, которые, собственно говоря, и изучили многие вещи. И открыли Розетский камень, который позволил расшифровать письменность Древнего Египта и открыть эту цивилизацию для Европы. Великая река на севере Африки Жители Египта, что современного, что древнего, очень почитают Нил. Они называют его рекой, дающей жизнь. Без этой величественной реки Древний Египет превратился бы в пустыню. Ежегодно в июле вода начинает стремительно подниматься, и Нил выходит из берегов, затопляя речную долину. А в ноябре возвращается в свое русло. Это природное явление вызывалось активным таянием снега в горах Эфиопии. Оттуда течет один из притоков Нила. В месте впадения Нила в Средиземное море русло реки разветвляется на рукава, образуя треугольник. Этот треугольник, такую территорию, называют речной дельтой. Причем такая дельта есть не только у реки Нил. Она есть, например, на территории России. У реки Волга, то есть дельта реки Волга, есть дельты и у многих других рек на планете Земля. Разливы реки Нил приносили на его берега плодородный ил. Из-за цвета, который придавал Ил почве, египтяне называли ее черной землей. Она давала очень высокий урожай. Чтобы обеспечить равномерное распределение влаги, египтяне строили дамбы и рыли каналы, по которым вода текла на поля и в сады. Если воду нужно было поднять на верхние поля или в поселение, использовали специальные приспособления – шадуфы. И вот этот самый шадуф показан на нижней картинке. Ну, собственно говоря, то еще, по сути дела, было устройство очень неудобное. На самом деле, можно было использовать, например, более выгодное и более удобное и более продуктивное водяное колесо, но египтяне использовали именно вот такие шадуфы. На самом деле, то еще устройство. На илистой почве вдоль полноводного нила росли финиковые пальмы, акации, виноград, высокий тростник, папирус и многие другие растения. Любопытные детали. Египтянам принадлежит величайшее открытие в использовании папируса. Из его стеблей они изготавливали материал для письма. Стебли разрезали на длинные узкие полоски, накладывали друг на друга в виде решетки, а затем сверху прижимали. Под грузом стебли давали сок и склеивались между собой. Через некоторое время получался плотный лист, пригодный для письма. Лист или несколько листов папируса сворачивали в трубочку. Такой свиток хранился в футляре, и храниться такой свиток мог очень и очень долго. На расположенных в пустыне каменистых плато египтяне добывали различные полезные ископаемые. И, собственно говоря, опять-таки задается вопрос, объясните, как действовал шадув. По сути дела, это палка с противовесом, на одном конце которых привязан, собственно говоря, тяжелый груз, а на другом, на длинной веревке, ну, по сути дела, привязанное ведро. Ведро опускалось в обычную воду, потом это наполненное водой ведро поднималось и выливалось на более высокий, ну, например, какой-то, я не знаю, спуск, который обеспечивал проход воды на более высокую часть. То есть, по сути дела, шадув вот именно таким образом эту самую воду снизу поднимал наверх. Как вы понимаете, таким ведром, пусть и с противовесом, большого количества воды было сложно набрать, поэтому труд был довольно-таки тяжелым. Основой добычи была медь, из которой изготавливали инструменты и оружие, а также камень для строительства дворцов и храмов. Оттуда привозили полудрагоценные камни, сердолик, бирюзу и золото. В тех местах, в пустыне, где находились источники воды, располагались цветущие оазисы. Вопрос, что значили разливы Нила для египтян? Очень и очень много. По сути дела, именно эти самые разливы Нила обеспечивали очень высокую урожайность полей вдоль Великой реки в Древнем Египте, да и в современном тоже. По этой причине разливы Нила были жизненно важны для жителей Египта. Верхний и Нижний Египет Древний Египет делился на две части. В дельте Нила располагался Нижний Египет, выше по течению в долине – Верхний. Примерно за 4000 лет до н.э. в долине Нила появились первые общинные объединения, которые принято называть Номами – областями. Всего было около 40 Номов. На протяжении почти тысячи лет они нередко враждовали между собой. К концу 4-го тысячелетия до н.э. Номы объединились в два крупных государства – Верхний Египет и Нижний Египет. Около 3000 года до н.э. правитель Верхнего Египта Мина подчинил себе Нижний Египет и стал владыкой обеих земель. Правитель Верхнего Египта носил белую корону, правитель Нижнего – красную. Двойная бело-красная корона, которой венчались, начиная с Мины, все правители, стала символом объединенного Египта. На границах Верхнего и Нижнего Египта Мина основал Менфис – столицу единого государства. Отсюда было удобно управлять и севером, и югом. Вопросы и задания. Первое. Прочитайте эпиграф и ответьте на вопрос, за что древние египтяне почитали Нил? По сути дела, вся Северная Африка, за исключением очень небольших областей, это пустыня Сахара. Рек там практически нигде нету, если не брать реку Нил, одну из величайших рек всей планеты Земля. Сами понимаете, что естественно, что для пустыни, огромной пустыни Сахара, такая полноводная река была очень и очень важной. По сути дела, долина реки Нил – это огромнейший оазис, крупнейший на планете Земля. Поэтому люди, которые там живут, они зависят от этой реки очень и очень сильно. Зависели в древности, зависят и сейчас. Второй вопрос. Объясните, как образовалось единое государство Древний Египет. Сначала появились общие поселения, которые назывались Номы вдоль берегов реки Нил. Эти Номы враждовали между собой и постепенно дошло до того, что они, какие-то определенные правители, объединили вокруг себя практически все Номы. Образовалось два государства – Верхний Египет и Нижний Египет. Через некоторое время правитель Верхнего Египта сумел завоевать Нижний Египет и объединить государство в единое государство, которое стало называться Египтом. Третье. Как вы понимаете слова древнего историка, что Египет укреплен со всех сторон самой природой? Очень просто. Напасть через пустыню практически невозможно. Только небольшие кочевые племена могли более или менее, совсем небольшие, как-то перемещаться по пустыне. Но провести армию через пустыню было невозможно. По этой причине Египет мог считаться действительно полностью укрепленным со всех сторон. С определенных сторон у него были моря, с других сторон у него были либо горы, либо пустыни. Причем горы тоже были пустынными. По этой причине Египет действительно мог считаться полностью защищенным природой, особенно в древности. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Какие природные условия повлияли на создание древнеегипетского государства? Разумеется, это пустыня и великая река, которая протекала по этой пустыне и обеспечивала за счет особого своего режима большое плодородие земель на берегах этой самой реки. Поэтому, собственно говоря, древний Египет это государство, которое полностью зависело от реки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова